всем привет дорогие друзья вы на канале верблюжий остров сегодня 13 июня хотелось бы всех поздравить с прошедшим праздником днем россии пожелать всем хотим здоровья счастья но еще сегодня один очень знаменательный день у нашей подписчицы из англии жени день рождения женя является нашей подписчицы живет она в англии хочется поздравить и happy birthday to you happy birthday to you так по-английски говорят поздравляет с днем рождения а так хочется тебе пожелать крепкого крепкого здоровья счастья и благополучия естественно не забывал свою родину город белореченск или куда на короче родину свою россию передаю привет всем поселкам малым поселкам нашей республики калмыкия которые смотрят нас естественно мы же здесь городе пропагандируем животноводство показываем какой-то нелегкий труд заниматься скотоводством овцеводством содержание вот этих животных ну и исторически с этим животным наша калмыцкий народ связан очень сильно поэтому спасибо вам что вы нас поддерживаете спасибо за ваши лайки комментарии хорошие поэтому это хороший комментарий лайки у нас есть стимул вести вот эти передачи чем мы тоже не лыком шиты поэтому есть очень много блогеров в мире а мы решили вот так вот показывать свою нашу жизнь нам не хочу скрывать мы открыты для всех поэтому если у кого-то есть сомнения приезжайте так не так чтобы за глаза где-то там комментировать а так улан-чаряха-дагад говорите свои там мнения выражайте поэтому всегда будем прислушиваться хорошим позитивным мнением которые нас богу на нас канал будет развивать а просто в нас искать всякие минусы которым каждым человек мы не идеально мы не святые мы обыкновенные люди поэтому не студите строго с каждым годом мы растем растем как плане того что вот наши дети вы видели что арсенча вот такой маленький ребенок бегал недавно сейчас уже возмужавший парень 12 13 лет уже он очень специалист можно сказать в своем деле аббатыр это еще 16 лет пацанов он уже знает как что поэтому только через через труд все это доходит до человек пронизывающий ветер за неделю очень худеть почему потому что ветер пронизывающие энергии сколько надо для твоего организма вот эти все жиры накопленные 8 они это все за неделю все это ну для этого сейчас уже стоят кошары именно когда начинаются сильные ветра загоняем в эту сатишку я не знаю кто поджог я не знаю у вас людей катали а если кого нету нет и здесь все понимаете работать правильный праздничный скажи youtube канал скажи гербюджи остров вот увидишь там нас и вот то что вот это я завязываю не только тебе и многие и многие благодарят что это сколько это не я продумал это мои предки вот так не ваши предки алан 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 знаешь историю от и габбина ты инстаграм не мешает так ходу а сколько носите его сколько будет вечно это почувствует это обязательно мелкой надо резать или не может оставить вот так отрежь сделала так а это чтобы не мешало ему и сейчас отрезать баню маню хоть куда ходи ничего понял детям скажи верблюжи остров а не увидишь там нас вот под машину меня как зовут представь как он говорит я буду делать потолще чтоб красиво смотрелся аутентично и для верблюда мы хотим заказать ему квадрат чтобы сажать детей сидели катались вот в анапе если мы будем там да и в калмыкии поэтому это дело у нас думаем чтобы команда киру свою по свою дать положишь моя говорят трудовая у меня руки мощные трудовые а у вас еще круче вообще я вас поздоровал чувствуется леща не дай бог даст замечательная столовая сука наши друзья сейчас короче этот софия сказала что у него нога заживая на передачи вот видишь девушка поздоровая сломалась с коня упал я на это тоже не повредили на место расслабить вот честно говоря вот я надену суды да 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 вот мы находимся сука у нашего друга альберта и сегодня девушка по имени ольга знакомит нас с лошадьми такой небольшой как бы характеристик своим коням это у нас шериф ему 23 года он у нас старичок очень спокойный но никогда никогда не ходит без своего друга забара забар характерный парень он не последнее место занимает табуне может дать пору даже жеребцам по ходу он медлительный но вот если человек умеет то тогда проблем никаких не возникнет вот всех стоящих лошадей самая шустрая лошадь она пока я сразу ее выбрал тоже даже нет и на ней ездит туда-сюда начала между глаз на медную я же вижу что он чистокровный а ты можешь проехать на нем просто ладно раз ты имею его не доверяешь а так проехать показать как он я просто рысь просто ход даже шаг шаг у него арабский а чё у него красивые тогда голову этого рам ну голову мы не будем просто но это араб видать вас не слушать гравилас аж переводчи давай а я понял и понятно а так называемого орион а этот как зовут девушку ольга вот так ну да да и к нам ой 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 это самое быстрое это метеор вообще вот наш джунгар здесь вообще ага 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 все понятно ну молодец ну уважаемые друзья особая благодарность хочется от верблюжьего острора альберту и девушка воля сегодня очень много что показала и эти все сотрудники и оля расскажи пожалуйста куда должны приезжать покататься на лошадях и пообщаться уважаемые зрители верблюжьего острова приезжайте к нам всего сука на конные прогулки на кипарисовое озеро мы будем рады вас видеть до свидания до свидания мы находимся в новороссийске дорогие друзья продаж красот Давай! Только суровые дожди в государственном краю, что рекламные за Маниловой не выдерживают такого водопада. Давай не видеть мелкого, в зеркальном отражении любовь бывает добрая, а жизнь еще длиннее. Что такое здоровье? Он наш дуэт уже создал. Беломельцы с КТК нас ждет. Соня, подключи там, пожалуйста. Соня, подключи там. 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 Соня, подключи. Соня, подключи там. Соня, подключи там. Здесь, оказывается, родилась наша знаменитая певица, народная артистка Валентина Толкунова. «Поговори со мной, мама» песню пела моя мать, и я тоже на 8 марта ей исполнял эту песню. Поэтому мы решили сделать ей дань уважения, этой замечательной, великолепной женщине, и спеть ее самую любимую песню, которую она исполняла. Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклонясь? Но время птицей пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Спасибо. Ну, я хочу проанонсировать небольшой такой, наш осенью хотим собраться. В Твербюжий остров планирует поход, Краснодарский край, посетить те места, которые мы проехали на машине, на нашем X-Trail. Да, кто хочет проехать именно осенью, то мы там объявим. Поэтому заранее звоните, и можете принять участие за определенную, естественно, плату. Потому что нам нужно тоже, что греха таить, материальные средства, для того, чтобы дальнейшее их содержание там. И в походе они тоже не на воздухе питаются. Это все организация всего похода. Вообще у нее случилась такая ситуация, что она на верблюжьем острове подвернула ногу, но она не падала с верблюдом, вот опухшая нога, вот после того, как мы нам делали рентген, все, ничего у нее нет, ни переломов, ни трещин, и лечили ее, естественно, шерстью, и вроде у нее нормально сейчас все. Но она сейчас решила мне показать белую реку, и она расскажет историю, связанную, которую она знает с этой рекой. А теперь мне нужно как-то спуститься. Или буду я ее сейчас спускать? Подожди, 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 нет, подожди. Нет, подожди, пожалуйста. Что, на меня просто... Да! Так, види. Тихо. О, мать! Кусты в рот мне! Тихо, тихо. Кусты в рот мне. Так, Миссия выпадала. Теперь знаешь, что самое интересное? Что? Как она одна залезет. Я закину тебя, что ты переживаешь? Ну ты вообще бешенок не тревелся, человек. Река-река на тревел. Да. Почему называется город Белоречен? Потому что... Теперь у меня голосе. Потому что у нас есть белая река. Почему она белая? Потому что, посмотри, она лишь какой цвет так смиряется. Посмотри, какое течение она леет. Если кинуть, например, какой-нибудь камушек туда, да? Смотри, как он уплывает быстрее. А, хорошо. Видишь? Да. Она очень холодная, потому что она очень далеко идет и спускается с гор. Вот. С ней очень много связанных историй. Таких раздирающих, так скажем. Тут утонуло очень много людей из-за того, что здесь течение. И стыки двух течений также. Вот. А как, я думаю, все знают, если попадаешь в стык течений, то там образуется воронка. Вот. И многие люди начинают паниковать, болтыхаться в нем, в нем, в ней тонуть. Вот. А еще был случай у нас. Я так вкратце рассказывала об Адме, пока мы сюда ехали. Что у нас есть, в общем, Лысая гора. И на этой Лысой горе есть кладбище. Вот. И это кладбище... Получается, был очень сильный дождь. И все гробы, вот эта вся история начала выпадать с гор. Потому что там, ну, все это размочилось. И все плыло вот так вот, такими фанфарами по этому течению. То есть там реально картина была не очень приятная, жуткая. Это было давно, но это было правда. Вот. И поэтому многие люди, которые здесь живут, об этой истории до сих пор прекрасно помнят. Вот. Я не помню, когда это было. Наверное, может быть, 10-15 лет назад. Вот так. Да, но факт остается фактом. А вообще официально здесь запрещено купаться, да? Или как бы нет таких ограничений? Ну, вот, если честно, прям вот я настолько не знаю. Ну, прям вот, что купаться нельзя, такого нет. То есть мы всегда все детство, мы, в принципе, на эту реку лазили. Да, я здесь. Тут, наверное, сразу глубина, да, Буд? Да, по-разному, да. Может быть, острые-острые большие камни. Такие булыжники огромные. А в которых ты просто будешь по течению глуби и реально поубиваешься. Это очень опасно. Здесь где поспокойнее места. Здесь прям реально бурлящая. То есть она очень такая несбалансированная. Как мое питание. Ну, пойдем. Здесь можно лишь костер прожить. Посидеть. Вообще-то. Дальше нога у меня? Вообще, ее есть пистаки, можно прям вот такие снять, прям конкретно, где она бурлит. Стой. Понятно, куда мне. Я в другом не могу. Так, ну ладно, сейчас я подниму. Я считаю, что понятно, эти тренажеры, спортивные залы, да, понятно, это хорошо. Но мне кажется, ничего лучше нет, чем проехать на лошади. Хотя бы недели один, два, три раза. Два раза проехать, уже совсем другое ощущение и другое физическое состояние. Об этом уже давно сказано, переписано в книгах. То, что езда на лошади, она развивает все мышцы, все мышцы человеческого тела. И, тем самым, создает тонус. Бед, бед. Тем самым, создает тонус. И, естественно, физическое укрепляется человек. В моем возрасте это тоже необходимо. Для мужиков это, естественно, массаж простаты. Ну и так все вот эти вот мышцы, когда они развиваются, ой, массажируются, то мужская сила прибавляется. Мужская сила, некоторые сразу думают о другом. Мужская сила, вообще сила. Они сразу начинают, некоторые думают о той силе. Та сила, это понятно. А другая сила в руках, сила в спине, в шее. И так далее, и так далее. Так. Потихоньку спускаемся. Вообще, в тех целях безопасности, даже на лошадь, на верблюде, никогда вниз спускаться в рысью нельзя. И голопом тем более. Потому что это опасно. А вверх можно уже голопнуть. Вверх легче. Как-то более безопаснее. Вниз не надо скакать, рысить. Все время вниз, потихоньку спустил, наверх пошел. Таких нет у нас в Беларе очки еще. На, держи, фоткайся. Не укусь, не бойся. А подержите вот это, пожалуйста. Не укусь, не бойся. Как порода называется? Мексиканская голая. Мексиканская голая, но таких еще в Беларе нету. Мы их только завезли. На ютуб канал он попадет. Ну и хорошо. Он молодец у нас. Вы тоже, да? Да. Он целует, 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 целует. Целует. Не целует. Не твоя мама, не целует. А целует? Целует. Он сидит, он настоит, все у нас делает. А сколько лет? Легко, два месяца. А, два месяца? Конечно. Там есть струха, занимается с собаками. О, люди боятся, кресутся весь. Ох, не хрена себе. Это я работала в пенсионном фонде. Ни кем была. И своя штаба. А потом я взялась за себя. Ну, короче, я разбила ноги, мне надо было что-то делать. Расскажите, вот, как вы пошли к такому успеху? Какому? Сколько, 10 лет так было? Ну, вот уже 10 лет я как бы на здоровом питании. Ну, что такое здоровое питание? Я прошла... В общем, так, с чего это началось? Когда я поняла, что надо что-то делать, я начала как бы изучать, находить эту тему. И постепенно-постепенно я нашла тему сбалансирования питания. Что такое сбалансирование питания? Если ты организму дашь баланс БЖУ, уберешь то, что нам не надо, то, что он не совмещается вообще в организме, и тогда получаешь нормальный результат. Правильно пить воду, правильно питаться, интервалы в питании обязательно, для чего они нужны, я потом вам расскажу. Для чего пить воду я тоже расскажу. И когда вот мои школы узнают по питанию, вообще по воде, для чего и как ее пить, там вообще отпадает вопрос, для чего пить воду. Ты сам уже начинаешь, думаю, что тебе обязательно надо выпить воду. А это ваша методика, да? Это не моя методика, но я же прошла курсы нутрициологов, то есть, ну, как бы не диетологов, но ближе к этому. У меня нет медицинского образования, но на основании вот этих школ по питанию, тренингов, тренеров, в общем, короче, я эту тему развила. Вот сегодня мы в гостях у Сонькиной. Да. Сонькиной. Тети. Тети. Тетя. Родной. Папа и сестренка, да? Да. Сестренка. Да, да. Соняна. И, Натэ, сегодня нас угостили вот такими замечательными блинами. Уже к ней не осталось. Блины. Я просто, что хочу сказать, вот, можешь представиться, вот, как у вас имя, отчество еще раз? Меня зовут Наталья. Наталья. Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, вот, вы будете заниматься, вот здесь свой телеграм-канал, в принципе, у нас очень много подписчиков сейчас есть по всему миру, и которые, я думаю, с удовольствием пообщаются с вами и послушают вас. Я ссылку телеграма вашего канала. Канала оставлю в описании. Внутри, в душе. Да, да, да. Мышление, прежде всего, это наши мысли. Просто мне понравилось, что вы, когда слушаете песни, вам нравится. Бывают люди, которые поешь песню, а он так по барабану. А в ваших глазах я увидел такую вот. Обычно, когда концерты делаешь, в зале ищет человек, который принимает. Одного найти, и для него одного поешь. Вчера я пел, в принципе, для вас. Только занимать. Да, так же, как на аудиторию ты выходишь, да. Ну, конечно, я люблю. Чтобы понять, что действительно вы над собой работаете же. И вот сейчас показали свою фотографию, где вы были до и сейчас. Это небо и земля. Поэтому многие сейчас бичи, особенно жизнь, у мужчины как-то не особо себя там выглядеть, нам без разницы. Мужчинам всегда как-то не сильно о себе беспокоиться, какой он там, толстый. Хотя мужчинам тоже надо идти. Тоже, конечно. Сейчас бич, обездвиженность. Вы же всю жизнь работали как бы за столом, а потом поняли, что это надо менять. Корни, и вы это сделали, и видно же по вашей, как бы, по вашей фигуре. Чуть ли мне экстерьеру сказал. Ну, в принципе, мужчина всегда смотрит на женщину, вот я имею в виду, по фигуре. Так, мужчина глазами, да. А женщина ушами. Что ей скажут? Да, да. Поэтому глаза мужчин не подумают. Я имею в виду, когда вы. Просто молодец. Много по телевизору видишь моментов, когда слишком много кормят лошадей. Потом садятся, и он там дуркует. Лошадь должна быть в меру упитанная. Она должна быть в рабочем состоянии. Вот даже сейчас они слишком жирные. Горабелла, она жирная. Вот джунгар, он, почему он такой, потому что он зуб меняет. Два года они меняют зуб, у него к трем появляется клык, ну, как у людей. У него, конечно, он не жалуется, у него болят эти зубы, но он, поэтому он не поправляется так сильно. На следующий год он совсем по-другому будет выглядеть. Он раздастся в груди, круп, мышцы и так далее, и так далее. Сколько он весит, примерно? То он надо бегом он весит, то он и с листью он весит. То он и с листью. Очень тяжелый. Хороший, да? Они вообще все добродлавные, любого чажа возьми, они ничего не хватало, лично не любят. Но это не самый крутой. Молодой? Бывает Холкер, 170, чем-то лет. Ну, он молодой, но не самый крутой. Вот где покрыть можно. Это добродушный. Хороший. Кованые. Уходит эпоха, уходят люди. Остановить миг постарались колхозное хозяйство Лизогубовой Зои Петровны и Лизогубова Александра Павловича. В этом им были солидарны глава муниципального объединения Саницы Геогинская Кондратенко и глава Геогинского района Бутусов. Посильную помощь оказывали предприниматели Гречка, Цыщел и просто бывшие прицепщики. Прицепщики, которые работали сзади, сидели. Так вот, я в молодость тоже. Вот на таких тракторах махали. Это не ДТ-75. Вот этот плуг, он, вот этот плуг, он, этим плугом раньше бахали, вот полынно. Видел, почему барханы образовались? Потому что мы бахали вот такие. Когда Хрущев сказал команду, посадить всем колхозным солдозам кукурузу, когда всем, прямо по приказу правительства, начали бахать целину. И вот этим плугом, как раз отвальный плуг называется. И вот такие у нас в Калмыкии, особенно в Бергене, есть барханы, которые километров семь километров, километров три километра, что вроде это были ошибки. Поля, которые пахали вот так. Потом, когда уже поняли, что они сделали такую ошибку, когда уже вот сейчас, до этого, после этого начали образовываться барханы, сделали плоскорез. Это все другой. Он землю не отваливает, а снизу поднимает. Это плоскорез. Здесь нужно вот такой. Здесь он переворачивает. Здесь другая себе почва, поэтому переворачиваем. Здесь чернозер. А у нас в Калмыкии глина с углиной, и ремешку с песком, и именно в плоскорезом делали. Это пук. Отвали. Вот я, самым главным здесь сидел человек. Вот, это сидение. Представьте, как это было? Вот он, он сидел, регулировал, как бы сказать, глубину. Лев местности менялся, и специальный прицепчик сделал, и регулировал. Например, он идет, он уже вырезается, он его поднимал. Чуть ровно он его опять сажал. Вот, сидел вот здесь, вот эти пули. Очень тяжелый труд, конечно. Пыль, все это. Пыль, ты что, тут страшно. А там сидеть, считаем, как в аквариуме. Там жара страшная. Вот эти все, вот и каждые пашни, здесь на каждом колесе стоят товотницы. Вот они, товотницы. Товотницы это шприцевать надо. Каждое колесо. Каждое. Набивать шприц. Я не знаю, как он называется, трактор. А, ХТЗ. Вот, я о чем говорил, это не ДТ. ДТ-75 делали в Волгограде, а ХТЗ делали Харьковский тракторный завод. Вот сразу я узнал, что это не ДТ-75. ХТЗ. 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 Как без всяких ладов там, да, играть, да? Ладно, ладов, я еще без мостика играю, но должен быть мостик вообще-то. Она мне маленькая еще на два размера. А хорошая работа? Нет, это обычная. А, это твоя. Виктор, огромный привет из Белореченска. Спасибо за гостеприимство. В общем, всех благ вам, здоровья. Ире тоже, Наташе, Александру этому. На Ионике играет Саня. Саня, привет. Огромные солнечные калмыкии. Всем там, всем. Вас ждем. Приезжайте в калмыкию, покатаемся на верблюдах. В общем, оттахаться. Саня, привет. Саня, привет. Огромные солнечные калмыкии. Продолжение следует...